Добрый вечер. Мы сегодня, наверное, будем говорить о том же самом, спросите меня вы. Почти, но не совсем. Мы можем вообще обойтись сегодня без привычных нам слов коронавирус, ковид, вакцинация или прививка. Потому что фокус общественного внимания сместился на совсем другое слово QR или QR-код. В зависимости от того, как вы предпочитаете произносить это слово по-английски или классической латынию. Как известно, в начале ноября куратор Северо-Западного Федерального округа в правительстве России, вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова с энтузиазмом бросилась исполнять пожелания президента об унификации QR-кодов, так сказать, по всей стране. И буквально через несколько дней в правительстве родили два законопроекта. О внесении изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и его брат-близнец о том же самом на транспорте. Вот там в этих законопроектах имеется вот этот всеподметающий QR-код и законопроекты пошли на обсуждение в регионы. У этого сброса обсуждения в регионы есть два аспекта. Первый – это, конечно же, разделить ответственность. Центр не хочет брать на себя ее в полном объеме. И второй аспект – тест на политическую лояльность. Вообще говоря, вроде как тест этот особо и не нужен, потому что во многих регионах эти QR-коды уже введены. И в республике Коми, как известно, с 8 ноября тоже. Но теперь мы понимаем, что это лайт-версии их. Ну, хотя в разных местах по-разному. В Татарстане, например, не такой уж и лайт, как известно. Но в республике-то Коми точно лайт, потому что он касается, как известно, только общепита и культурно-спортивных массовых мероприятий. Хотя и владельцы общепита, и те, кто проводит культурно-массовые мероприятия, вряд ли рады от того, что к ним это относится. Выручка, во всяком случае, явно просаживается. Но госсовет республики Коми в среду этот тест сдал. 21 из 30 возможных депутатов поддержал этот федеральный законопроект, казалось бы. Но есть здесь второй политический эффект уже на уровне самой республики. Он выразился в резком появлении у нас нового лидера оппозиции. Ну, если угодно, со-лидера. До сих пор на эту роль безраздельно претендовал только один человек, нынешний депутат Госдумы Олег Михайлов. Но он так моментально не возникал. Он несколько лет шел к своему политическому успеху и к той роли, которую он сейчас занимает. Один ши, из чего стоил, который потребовал и времени, и энергозатраты, и нервов, много чего. Но тут случилось вот что. Виктор Воробьев, известный юрист, правозащитник, получил мандат после мандат госсовета, после того, как в Госдуму ушел Олег Михайлов. Да, Михайлов нагрел ему место. Да, он буквально через несколько дней после получения мандата был избран руководителем фракции КПРФ. Не будучи членом этой партии, хочу заметить. Да, они сравнительно давние соратники. Но случилось потрясающее. Словно один старший Викторович, председатель Госдумы, Вячеслав Володин, буквально подарил второму младшему Викторовичу, Виктору Воробьеву, подарок на политическое крещение, закон о QR-кодах. И хочу заметить, Воробьев блестяще его сдал. Я очень рекомендую прочитать расшифровку рассмотрения этого вопроса на госсовете, на сайтах Коми Онлайна и Красного Знамени. Да, аргументы анти-QR-кодировщиков можно при желании назвать популизмом. Но можно и внезапной школой гражданских прав. Внезапной школой, если угодно, юридической грамотности, о которой много говорится. Многие мои лично знакомые именно на почве вакцинации, а тем более QR-кодировки, полезли в законы, в нормативные акты, куда они до этого сроду не совали носа. Таков побочный эффект от высочайших инициатив. Но это, согласитесь, тоже неплохо. Всего вам доброго!